Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас понедельник, 3 июня 2024 года. Новости вот какие, друзья. Срывается масштабный проект по строительству пансионатов. Куда же девать стариков? Напоминаю, вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Да? Да? Старение общества и необходимость оказания длительного социального ухода населению в пенсионные годы оставляют большие бреши в бюджетах муниципалитетов Латвии. Есть места, где уже в первом квартале на эти цели потрачено почти половина финансирования, предусмотренного на весь год. Мест, софинансируемых самоуправлениями в пансионатах, всем не хватает. И на них образуются очереди. Хотя официальной статистики нет. Программа ЛТВ де-факто выяснила, что на очереди сейчас 1060 жителей. А проекту Министерства благозастояния, в рамках которого при поддержке европейского механизма оздоровления планировалось построить 54 новых здания. Уже сейчас грозит провал. Друзья, прислушайтесь только в цифрах. Планировалось построить 54 новых здания. И уже сейчас грозит провал. Вам это ничего не напоминает, друзья? Я немножко отступлю вам, прокомментирую. А почему-то у нас везде сейчас провалы, а? Не могу, друзья. Но послушайте дальше. Речь идет о стариках. Где им жить? Преклонного возраста. Цель Министерства благозастояния на основе уже подготовленного типового проекта построить 54 здания. Каждое на 16 человек. Доступное финансирование. Вы не ослышались на 16 человек, да? Доступное финансирование фонда оздоровления составляет 68 миллионов евро. И оно позволило бы создать 850 новых мест для ухода за людьми. Еврокомиссия требует. Еврокомиссия требует. Понимаете? Уже Еврокомиссия. Чтобы стройка велась как минимум в 17 самоправлениях. Но местные власти большого интереса не проявили. Начинается, друзья. Не могу. Тяжело. Понимаете, да? Почему так тяжело вот эти новости читать? Ну, послушайте. Наберите терпение. Послушайте, друзья. Прием заявок завершен. И утверждены только три из них. В Риге, Бауске и Мадане. Как вам это? Сейчас Министерство благосостояния подало в кабинет министров поправки, которые позволят подавать заявки на финансирование частным компаниям, которые затем будут оказывать услугу жителям самоуправления по решению самоуправления. Но и в этом случае для реализации проекта сохраняется требование строительства пансионатов 17 самоуправления. Повторяю, 17 самоуправлениях. И три. Есть разница? При этом они должны быть построены к середине 2026 года. Сейчас мы уже перевалили. Считай наполовину. 2024 года. Сколько осталось? Полтора года. Иначе надо искать другие способы, которые точно не будут связаны со строительством. Да, вы скажете, Сергей, 2026 год большой. Можно и до декабря тянуть. Но это только не у нас тянуть, друзья, не в Латвии. А, ну да, здесь жентльменов не проверяют, да? Проверяют. Еще как проверяют? Я говорил. Проверять будут. Скоро будут. Еще хлеще всех кругом. Шерстить и трусить будут кругом. А, у них самолеты стоят. Ну ладно, да, хорошо. Заместитель председателя Салдуской краевой думы Инта Ванага называет предложенный проект эксклюзивным, дорогим и в реализации, и в дальнейшем содержании. Об удорожании услуг начинается. Об удорожании услуг говорит и исполнительный директор самоуправления Алуксненского края Ингус Беркулис. Извините, друзья. Я говорю, не могу. Как только можно читать вот эти такие новости без мата. Сейчас цены в пансионатах Алуксненского края составляют около 800-900 евро в месяц. Человек жилого, старелого. В новом доме, ну не без разницы, может инвалид. Молодым быть тоже быть. В новом доме плата достигла бы полутора тысяч. Я могу даже еще повторить, чтобы не прослушали. Вот в новом построенном доме плата достигла бы, бы, их нет, нет, полутора тысяч. Поэтому бы везде и будет. Сейчас мы решили притормозить. Они решили притормозить. Кто решил притормозить? Слушайте. И не начинать строительство. Так как его стоимость очень высока. Это отразится на той плате, которую придется платить каждому клиенту, чтобы жить в этих построенных домах. Отметил Беркулис. А вы не пробовали помогать им? По-настоящим жителям, своим же согражданам Латвии. Не пробовали? Попробуйте. Хотя бы ни за что не попробуйте. Друзья, не могу. Пишите комментарии. Иначе я заведусь сейчас. Вы меня знаете прекрасно. Я сколько себя сдержу? Уже какая новость? Уже я за счет избился. Не могу. Нет, я могу, конечно. Я же перед вами нахожусь. Пока. Дай бог. Дай бог. Здоровья всем. Долгих лет жизни не болейте. О, господи, друзья. Тяжело. Куда ж девать стариков, повторяю. У шишкотрюпов наших срывается масштабный проект по строительству пансионатов. У нас все срывается. Заметили? И будет дальше срываться. Все кругом. Все подряд. Да, вы скажете, денег нет. Я знаю, читаю комментарии. Но вы держите. Куда еще держаться? Куда? 2027-2028. Все. Европа вообще больше ничего не будет помогать. Оставит только 300 миллионов. И то, оставит ли. Все. Ну, это частные я не считаю, друзья. Я считаю. Вы понимаете, о чем я здесь, да? Понимаете? Это я так, частично, только так напомнил вам. А время бежит. Часть-часть китикают. Они там находятся, якобы, на рабочих местах. И так далее. Они приходят, присутствуют. Но у них же были другие проблемы. Всегда были другие проблемы. Всегда. То это, то это. Вы знаете. Я даже не буду называть, что. То то, то то им не. То надо то быстро ликвидировать. То та ликвидировать. То это надо. Это мешает. Те мешают. Они мешают. А теперь кто вам мешает? Что вам мешает? Что вам мешало 40? Почти 40 лет. Почти 40 лет. Почти. Потому что уже, считайте, с 90-го там начиналось все. Ну, ладно. Пускайте. 44. Сколько, друзья, я сказал? 44. 34. Да, да. Ой, как время летит. Так скоро и 44 будет, друзья. Я не буду вырезать это, друзья. Да. Ну, ладно. Пускай будет 33. Ну, пускай даже 30. Ну, пускай даже 25. Что это такое? Это что? Запомнили? Помните? Сколько я уже этих вопросов задаю? Что это такое? Вот теперь начинает всплывать все. Да. Да, 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 да. Вот они там все. Кто больше всех орал. Кто больше всех кричал. Не вижу больше в комментариях, друзья. Напомню. Вот что-то прослушивал. Я уже несколько раз повторял. Все. Больше тех, которые на меня набрасывались, нет. Я так вижу. Я так думаю. Что им стыдно стало. Они даже в комментарии не влазят туда больше. Все. А потому что на себе почувствовали. На себе почувствовали. Кто? Вы понимаете, не буду называть их. Не хочу. Без них и так. Тошно. Всему народу Латвии. Всем. Без них вот этих комментаторов, умников, которые грозились что-то там. До того, сего. Вы помните, друзья, от этих комментаторов? Не? Помню. Должны. Вот то постоянный, постоянный отдельный привет, конечно. Отдельный привет, конечно же. И кто давно подписан. Все прекрасно понимаете. О ком идет речь и о чем идет речь. А я говорил, предупреждал, что в одном контрре все вариться будем. Все в одном. Чего вы? Чего вы? Посмотрите. Ваших же, ваших же дедушек, бабушек, родственников, дальних родственников, знакомых. Ваших же гнобить будут. Ну, в кавычках, конечно, естественно. А что не гнобить? Это... Назовите по-другому. Назовите мне по-другому. Найдите другое слово. А? Что это такое? Ну, начали выстроить. Ну, дальше что? И даже это не могут до ума довести. Я молчу уже про великие проекты и райбалтика. Я молчу. Еще кое-какие. Какие проекты? Какие? Какие у нас проекты были? Какие? Назовите. И по пальцам посчитать можно. А? Да. Не буду называть. Все. Где достижения? Всех. А сколько, друзья, разговоров у них там идет? Сколько с трибун речей они произносят? Ну, больше всего они на другие темы. Конечно. Особенно последние два года было. Сколько визга, писка было? Сколько? А сейчас что? Кто за это все будет отвечать? Почему раньше вы не начинали все вот это вот? Почему? Когда было подешевше, все подешевле. Что опять выгоду ждали? Или что? Или вам зарплата идет, вам поднимают и трава не растет? Да, я сам с собой разговаривал. Будем считать, что я разговаривал сам с собой. Что он рассказывал? Ну, вот это, что срывается масштабный проект по строительству консионатов. И куда девать стариков, друзья. Это вот вы послушайте внимательно. И призадумайтесь. До чего нас довели? Нас, это вас, нас, тебя, его, всех жителей Латвии. Тех, кто исправно платит налоги, кто трудится здесь непосредственно в Латвии. Ну, а что считать тех, которые трудятся на благо других стран? Что? Они же не приносят никакой пользы сюда. Единственное, они приносят пользу тем магазинам, когда они приезжают в отпуск. Сюда. В отпуск. Да, на побывку, так сказать. Временно. И опять же, я вам напоминаю. Вот таких сейчас появилось очень много новых лиц, незнакомых. Детей очень много появилось, потому что приезжают из-за границы, которые отсюда уехали. На постоянное место жительства. Кто-то оформился там постоянно. Кто-то уехал временно, но еще числится здесь. И таких сотни-сотни до миллиона. От 500-700 тысяч и выше. Вот, друзья. Помните тоже новости? Почему вот это говорю? Да, они же этим там... У нас здесь не работают. Они здесь тратят и приезжают. Тратят в магазинах. На всяких там рынках. Без разницы, каким там они, безналичным или наличным. Но они же где? Где зарабатывают их? Налоги платят, я имею в виду где? В своей стране. И развивают ту страну. Ну, конечно, их на родину тянет, естественно. Но почему-то жить не хотят они здесь. Так вот она новость. Почему не хотят здесь жить? Видите? Спасибо большое вам, друзья. За поддержку нашего канала. Желаю всем здоровья. Ну, уж в этом случае... Господи, вообще... Живите хоть тысячу лет, друзья. Пожалуйста. Ну, не болейте. Самое главное, не болейте. Конечно же. Но нет еще лекарств таких от вечной жизни. Нет. Все равно приходится стареть. Человеку свойственно стареть. Понимаете? Организм стареет. Становится... Ну, это я, конечно, не профессор. Я не ученый. Я не академик. Ну, и так все понятно, друзья. Я уже скоро действительно академиком или профессором стану. По вот этим вот... Да, конечно. Потому что сам прошел все вот эти вот... Всех врачей и так далее. Насмотрелся, это хватает. Ну, я не спорю. Конечно, другие насмотрятся и больше. Сталкивались еще и больше меня, естественно. Но тоже... Дай бог насмотрелся, друзья. Не дай бог вам такой пройти. Все вот эти комиссии с проверки и так далее, и так далее, и так далее. По здоровью. Естественно, друзья. Здоровечко вам. Желаю всем добра, мира и дружбы между народами. Поставьте лайк под видео. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь в социальных сетях. Ну, что это такое? Что это? До свидания. Спасибо, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok